Привет, мои любители технологий! Сегодня я для вас подготовил самые свежие, мощные, сочные и актуальные новости. Ну, прямо обещаю. Погнали! Друзья, что-то в розыгрыше смартфона Xiaomi Mi 8, которое мы сейчас проводим на нашем канале, приняло участие очень мало людей, ну, по сравнению с другими розыгрышами. Я не могу понять, вам что, не нужен Mi 8? Условия легкие. Все, что нужно сделать, это просто перейти по ссылке в описании и подать заявку. Я вас жду. Разыграем смартфон в прямом эфире. Начну я с самой свежей новости. Но для многих неинтересно. Ну, почему-то, когда люди слышат название бренда Vivo, у них сразу в голове ассоциация появляется. Дорогой, неподъемный ценник и все такое. Да, ситуация обстояла именно так. Но вплоть до вчерашнего дня, когда бренд представил по их меркам бюджетный смартфон с названием Z1. Я, если честно, даже немного подохренел. С виду лицевая панель смартфона напоминает OnePlus 6. Всеми любимая монобровь тут есть. Задник выполнен из стекла. Два модуля камер расположены вертикально. Досадным фактом является наличие порта microUSB. Но вы же знаете, что просто так об этом смартфоне я бы вам рассказывать не стал. За его работу отвечает процессор Snapdragon 660 с искусственным интеллектом. На борту имеется 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной памяти. Емкость аккумулятора 3260 мАч. Дисплей с диагональю 6,28 дюймов и разрешением Full HD+. В общем, все технические характеристики у вас перед глазами. Стоимость смартфона составляет 280 долларов. То есть, фактически он стоит столько же, сколько Xiaomi Mi 6X. Но ведь это же Vivo, если вы понимаете, о чем я говорю. Ценник на e-гаджеты с подобным железом составляет как минимум 400 долларов. Как правило, а здесь 280. У меня, кстати, такой пациент лежит уже около двух недель. Вот, не знаю, что с ним делать. Наверное, скоро будет полный обзор. Последнее время крупные производители смартфонов начали мериться своими конечностями в направлении инноваций. На MWC 2018 компания Vivo показала свой продукт под названием Apex. Который, кстати, поступит в массовое производство уже в июне. Но не об этом девайсе я вам хочу сегодня рассказать. В сети появилась информация об инновационном смартфоне от компании Huawei. Если верить представителям компании, девайс должен просто перевернуть с ног на голову весь мир мобильных технологий. Типа, такого еще ни разу не показывали. Намек был на сверхбыструю работу. Давайте лучше процитирую слова генерального директора потребительского бизнеса Huawei. Рынок ждет крупный прорыв в технологиях, который буквально станет эпохальным. В частности, компания значительно улучшит производительность продукта. По словам гейн-директора, разница между другими смартфонами и новым устройством Huawei будет такой же, как бег по земле и полет в небе. Если утечки не врут, девайс должен быть представлен уже в начале июня. Он будет безрамочным. Кроме этого, получат дисплейный сканер отпечатков и какой-то мощный искусственный интеллект. Этому свидетельствует надпись Berkeley на тизере. Ведь именно этот институт помогает Huawei в области разработки искусственного интеллекта. Ван Гуи, это будет что-то концептуальное по типу Honor Magic. А на самом деле, действительно интересно посмотреть, что такого инновационного нам решила показать компания Huawei. Не отстает от своих китайских братьев и компания Oppo, которая обещает в этом году показать свой топ-флагман Oppo Find X. Последние утечки гласят, что смартфон получит самые топовые характеристики, которые можно представить в современном смартфоне. Весь перечень у вас перед глазами. Но отдельное внимание я хочу обратить на возможность зарядки аккумулятора смартфона до 100% всего за 15 минут. Эта технология была представлена компанией Oppo еще в 2017 году и найдет она применение в будущем флагмане. Кроме этого, новинка предложит 5-кратный оптический зум, а не гибридный, как в Huawei P20 Pro. Короче, смартфон будет просто зверь. Самое главное, чтобы производитель действительно выпустил этот девайс, а не ситуация произошла, как с предыдущими, не вышедшими флагманами линейки. Не мог я оставить без внимания и недавно представленный HTC U12+. Согласен, в 2018-м смартфоны этого бренда не особо популярны. Особенно в наших странах, и тем не менее, это реальный конкурент к теперешним флагманам. А почему нет? Посмотрите на техническую часть смартфона. Тут реально везде топ, и ценник при всем этом такой же или ниже, чем у конкурентов. На самом деле, хочется выписать респект HTC за то, что они играют в свою игру, они пляшут под дудку Apple, как это делают другие производители. Они не установили в свой флагман монобровь. Они вообще пошли другим путем, а поставили в свой смартфон сенсорные кнопки. Возможно, ими будет пользоваться не совсем удобно в первое время, и тем не менее, у HTC есть свое лицо. И я не считаю, что их продукты хуже по качеству, либо почему-то другому, нежели Huawei или Samsung. Тут вопрос заключается в дизайне, а он у их продуктов специфический. Также нужно отметить крутые камеры. DXU Mark уже их оценил выше, чем у конкурентов. Уступает U12+, только P20 Pro. Короче, хочу на тест и точка. Уверен, многие после моей речи про HTC подумали о OnePlus 6, которые стоят на порядок дешевле, а по технической части не особо уступает. В недавнем интервью Пит Лау намекнул, что новинка получит обновление с приставкой T уже этой осенью, то есть месяца где-то через 4-5. Поэтому уже сейчас стоит задуматься над тем, стоит покупать шестерку или все же дождаться 6T. В этом плане производитель себе не изменяет и просто заставляет пользователей себя ненавидеть. Следующая новость будет посвящена всем любителям китайских смартфонов от третьего эшелона. Давайте задумаемся, за что их многие не любят. На самом деле у каждого свои причины, но одной из проблем был видеоускоритель от Mali. Поэтому буквально все процессоры Mediatek, за исключением X30, демонстрируют просто ужасную игровую производительность. Но, возможно, ситуация изменится в ближайшее время, так как чипмейкер представил новый процессор среднего класса Helio P22, который оснастили видеочипом от PowerVR. Лично я рад данному событию, потестить данный чип мне было бы интересно. Ну и под конец этого видео мне хотелось бы поговорить о компании Xiaomi и о их презентации, которая должна пройти 31 мая. Ребят, я держал интригу до последнего, я должен был попасть на это мероприятие. Но мне, как всегда, не повезло, как будто кто-то куклу в воду у меня колет. То есть я достал приглашение, я купил билеты, я забронировал отель и не попал, да, потому что мне не успели сделать визу. И не успели сделать визу только по одной простой причине, потому что из-за праздников китайское консульство не работает последние, там, дней пять. В итоге мне пришлось вернуть деньги за все билеты. Ну, короче, какое-то сплошное невезение. А должен был быть, на самом деле, крутой эксклюзив. В любом случае, я постараюсь пробить сэмпл одним из первых. Тем временем появились ответы, почему Xiaomi отказалась от названия Mi 7. Если верить тизеру, новинка должна получить столько различных инноваций, что это целых два шага вперед, а не один по сравнению с Mi 6. Возможно, Xiaomi приняли такое решение из-за того, что Samsung в свои флагбы на установе дисплейный сканер отпечатков пальцев только в следующем году. Apple вообще непонятно, когда это сделает. А у Xiaomi это получилось в 2018 году, и, возможно, для них это какой-то огромный шаг вперед. Есть еще одна версия. Вчера китайцы в сеть слили видео, где типы на смартфоне Xiaomi проходят 3D-регистрация лица. Я лично во все это дело не особо верю, потому что устанавливать в один смартфон и разблокировку по лицу на аппаратном уровне, и дисплейный сканер отпечатков пальцев, ну, это, как минимум, нерационально, потому что человек будет пользоваться либо одним этим разблокировкой, либо вторым. Устанавливать два в один смартфон, это, как минимум, по себестоимости было бы очень дорого. Но если это так действительно произойдет, я, конечно же, не расстроюсь, думаю, как и вы. Плюс смартфон получит быструю зарядку Quick Charge 4.0 и обещает ценник от 470 долларов. Кроме Mi 8, люди ждут и Mi Band 3, который вряд ли сможет чем-то удивить. Последние утечки говорят, что фитнес-трекер не получит NFC, максимум GPS, и то не факт. Увеличат дисплей, емкость аккумулятора, и на этом все. Будем надеяться, что инсайдеры ошибаются. Фух, что-то в этом выпуске было очень много новостей. Участвуйте в розыгрыше смартфона Xiaomi Mi 8, подписывайтесь на наш канал в YouTube, в Telegram, ставьте пальцы вверх для того, чтобы поддержать наш проект, и да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok